Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем заниматься промыслом в Баренцовом море. Вот и вытащил я очередную сеть. Сейчас мы пойдем в порт. Но не просто в порт, а в порт, где я взял задание. Мне было дано задание поймать определенное количество пикши. Так, давайте посмотрим. Вот порт Аккарфьорд. Остро нуждается в дополнительных поставках рыбы. Нужно было 6 950 пикши наловить. Все, 6 958 как раз. Отлично. И за кадром что я сделал? Я продал все мелкие сети по 75 метров и 120 метров. И вместо них купил две штуки на 165. Давайте сейчас мы ее установим как раз. Так, и команда наша занимается потрошением, занимается упаковкой. Взял я все-таки заморозку. Ну, не для того, чтобы, наверное, каждый раз замораживать, а просто чтобы было, как говорится. Потому что деньги неплохо прибывают. Вот. И улучшил двигатель еще на один параметр. Скажем так. Давайте поставим сеть и пойдем сдадим наше задание. Вот. Плюс ко всему в комментариях мне сказали такую вещь, что, дескать, зачем тебе эти сети? Возьми парочку ярусов там на 10 тысяч крючков и не парься. Вот. Эту вещь мы, наверное, тоже сегодня проверим. Сейчас поставим сеть, сходим в порт, потом все сети снимем и поставим ярусы. Ставим ярусы и, собственно говоря, посмотрим, каков будет эффект. Вот. Человек писал, что с одного такого яруса сразу забивается трюм. Ну, не знаю, не знаю. Проверим. Проверим, по крайней мере, с сетей. Вот. Это все происходит как-то рандомно, что ли. Работники наши прокачиваются потихонечку. Я вот даже нашего Рора немножко научил пищу готовить. У него приготовление пищи было... Самый плохой для него род занятий, как говорится. Но мы знаем, как он кушать любит. Вот. Поэтому периодически ставлю работников, которые что-то не могут. Ставлю их именно на эти работы для того, чтобы они прокачивали свои навыки. Разумеется, когда позволяет время, когда позволяет обстоятельства. Так. Вот эту сеть мы сейчас профукаем, конечно же. Но это не суть. Это не суть. Кто там устал? Кто там устал работать? Ага. Устал. Отдыхает. Ну, они уже, в принципе, все передовой. Так. Ремонт, ремонт, ремонт. Ремонтом у нас хорошо занимается как раз-таки вот этот товарищ. Так. А этих мы сейчас покормим. Этих мы сейчас покормим. Тебя тоже можно, нет? Или ты кушаешь только в комнате отдыха? Да. Он кушает только в комнате отдыха. Понятно. Двигаемся дальше. Так. Так. Все. Заходим в порт. Заодно сразу рыбу скинем всю. Ладно, занимайся пока ремонтом. Осталось здесь мне буквально последнее улучшение двигателя взять. И наш боцман будет навороченный. Самый что ни на есть. Так. Задание выполнено. 86-800 нам платят за эту пикшу. Это очень хорошо. Деньги никогда лишние не бывают. Но тоже топливо, да, допустим. Мы все равно ходим, все равно рыбу ловим. Так. Дополнительно еще копеечку подзаработать. О! 720 тысяч. Наловили мы с вами. Так. Ну и давайте смотреть. Давайте смотреть, что у нас тут. Задание это отвезти рыбу. 263 тысячи нам заплатят. Серьезно? Так. Но быстрое перемещение будет недоступно. Вот это все портит. Из-за этого я данное задание брать не буду. Я вообще обленился. Вручную не хочу плавать. Вообще никак. Так. И мы Ярус с вами купить не можем. Потому что... Потому что у нас нет лебедки. Правильно? Тогда покупаем топливо. 27. Уберем. И улучшения здесь недоступны. Все. Нам нужно идти в порт. В этот. Камерфест, кажется. Что у нас по сетям. Так. Это все уже профукано. Это можно сказать тоже профукано. Идем вот сюда. Вот на эту сеть. Вот. Хоть... Хоть вот эта сеть у нас и горит синим. Но пока мы дойдем до нее. Там уже будет атас. И вот эта вот гонка, так сказать. Догонять время, это хуже нет. В итоге мы нигде ничего с вами не поймаем и не заработаем. Так. Выходим из порта. Идем вот сюда. Так. Ага. Надо сначала покинуть порт. Да-да-да-да-да. Хочу покинуть. Так, задний ход. Чтобы не повредить судно. Кстати, вот эти вот подруливающие устройства, которые я приобрел. Довольно неплохо. Довольно неплохо. Хоть мне в комментариях и писали. Типа толку от них мало. Но заметно улучшилась управляемость нашим судном. Поэтому не скажите. Не скажите. Помогают эти вещи все-таки управлять добротно. кораблем. 12. Ну, там еще чуть-чуть буквально и будет она синенькая уже эта сеть. Поэтому. Поэтому снимаем. Так, что тут у нас? Ты у нас поднятие сети пойдешь, да? Так, у этого хорошо потрошить получается. Все. Вот так вот распределяем. Поехали. Здесь теперь главное не разгоняться. Чтобы попасть точно. Вот еще какую-то шкалу, видите, добавили. Я, честно говоря, не понимаю, для чего она нужна. Вот когда ставишь сеть, и она как-то не эта. Так, вот сейчас скриншотик здесь сделаем. Все, пускай поднимают. Сейчас посмотрим на наш улов. И сети вот эти вот я пока что ставить не буду. Чтобы опять-таки не бегать между ярусами и сетями. Мы с вами купим на пробу для начала, наверное, один ярус. Вот наживим его. Хотя можно два, наверное. Посмотрим. Посмотрим. Так, народ отдохнувший. Все хорошо, пока дойдем в порт. Все это дело должно быть уже переработано. Так, следующая сеть у нас вот эта подоспеет. Так, ну а здесь уже ловить нечего. Может, мы их даже и вытаскивать не будем. Посмотрим. Так, сюда. И сюда. Чтобы правым бортом именно подойти туда, куда надо, да? Так, профукали. 17 часов. Но все равно вытащим ее. Ладно. Так, с той сети у нас не так уж много, да, получилось. Так, где он? Вон он. Буйок наш. По морю плыл какой-то буй. К нему подплыл какой-то дядя, да? Пошла работа. У нас Карен уже как выносливость свою прокачала. Может, сутками буквально не вылазить с палубы, не идти в комнату отдыха. Так, вот у него приготовление пищи, не ахти, да? Вот потом его поставим кашеварить. А то он, наверное, сельдерей от петрушки не отличает. Так, все. Сеть не ставим. И идем снимать вот эти вот. Так. О, она как раз подоспела. Смотрите как. Вот это удачненько, да? И у нас наши ребятушки как раз успели справиться. Погода благоволит, что называется. Шторма нету. Корабль сильно не качает. Может, посмотреть как работают. Как мы обычно любим делать, да? Можно наблюдать вечно за тремя вещами. Как течет вода, как горит огонь и как кто-то работает. Эко тебя замуровали, мужик, а? Прикольно. Какой серьезный. На картинке другой, по-моему, нарисован. Все, отработали. Пошло потрошение, да? Это вот знаете, вот эти пассы руками напоминают Алана Чумака в 90-х, который воду заряжал. Так, ладно. Подняться на палубу. Так, сюда мы по-прежнему не можем залезть. Блин, а было бы прикольно, да? Забраться. Я обалдею. Здесь можно пешком ходить. Он бегает. Все дела. Ладно. Ты сюда. Ты сюда. И идем последнюю сеть снимать. Так, последняя сеть у нас... Все. Ушла, как говорится, в будку. Там пару рыбок, если будет, то хорошо. Ну, несмотря на это, пол трюма все равно набрали. Так. Так. Ой, устал. Совсем устал. Сейчас сеть вытащит мы его это. Отдыхать отправим. Или он, когда совсем устанет, сам пойдет отдыхать, наверное. Три сети, три. Все это последнее. Все. Никакой рыбы не было поймано. Вы ждали, говорит, слишком долго. Ну, тем лучше. Тем лучше, ребятушки. Отдыхать всем разрешаю. Так, а ты у нас... Давай-ка. Поработай поваром. Посмотрим, что ты там накашеваришь. Все, идем в порт. Идем в порт. Именно... Камерфест. Потому что там доступны улучшения. Так. О, наготовил сколько, смотрите. Так, а ты давай-ка поремонтируй. У него вот ремонт на первом месте, поэтому... Мы его и попросим заниматься тем, что он больше всего умеет делать. Так. Так, на 386. Ну, не густо. Не густо, но и не пусто, как говорится. Вот почему крест-накрест? Сейчас опять нафиг развернут наш корабль, черти как. Ладно. Что мы делаем? Топливо, конечно же, не забываем. Никогда не забываем о топливе. Здесь у нас есть все. 650 тысяч двигатель. Льда. Хочу. Теперь у нас наш ботсман оборудован самым лучшим оборудованием, что только есть. Давайте поставим лебедку для яруса. Да. Остановить. Так. И... Рыбный рынок. Купить с Настей. Вот, на 10 тысяч крючков. Смотрите, а он стоит-то сколько? 250 тысяч крон. Не кисло. Не кисло. Тогда для начала купим один. И наживим его. Чем мы его наживим? Давайте посмотрим, на что у нас там спрос сейчас. Так, события... Треска. На треску надо наживлять. Так. А где я могу посмотреть свои... Вот и. Пизон. События. Задания. Это успешно. С Настей. Так, а где ярус мой? Я не понял. Ладно. Сертификат еще далеко до следующего. Надо, наверное, выйти. И посмотреть квоты. Так. На треску еще есть квоты, да? На треску еще есть. Мы ее больше всего вылавливаем. Так, ладно. Заходим в порт. Наживляем ярус на треску. Купить наживку. Так. Это не на треску. Это тоже не на треску. Вот. Реветки у нас на треску идут, да? 80 тысяч крон. Наживить ярус. Так, это 250 плюс 80. 300. 300 сколько получилось? 330, да? Если купить за 250, наживить за 80, да? 330. Ладно. Вот сейчас мы это и проверим. Сейчас мы все это и проверим. Так, иди отдыхай. Давай. Выгоднее ли сеть или выгоднее все-таки ярус? Так, карта. Треска меня интересует. Так, ну далеко ходить не будем. Вот, да? Прямо под носом тут вот есть неплохое место. Вот здесь и сеть поставим, ярус и поставим, да? Так. Погнали. Здесь нам не надо ни подруливать, ни что делать. Просто идем и все. Ох ты, блин. Ну пока он до тысячи дотелепается. Это вы представляете, сколько времени я буду его ставить? Офигеть. Ладно. Я жду, ребят. А для вас это будет пару секунд. Ставлю на паузу. Итак, друзья, осталось немножко. Это вот реально ярус длиной 1 километр. Уже вон северное сияние появилось. Три игровых часа установка яруса, мне кажется, идет. Я вот не засек время, когда я его начал ставить. Да ну. Совершилось чудо. И на карте он у нас выглядит вот так вот. Он не перекроет ни одно рыбное место. Здесь надо его ставить вот на таких вот, наверное, участках. Вот отсюда, вот сюда протягивать. Тогда с него будет толк. Немножко я не подрассчитал. Я не думал, что он такой будет прям. Да. Ну посмотрим. В любом случае посмотрим, что с него получится. Сейчас идем в порт. Идем в порт. Так. Мне интересно, сколько по времени его будут вытаскивать. Если так же будут вытаскивать, то это довольно долго. Но зато экономия по топливу не кислая получится. Если это действительно будет выгодно. Так. 5000 топлива. Корпус потом кто-нибудь починит. Так. Три часа восемнадцать минут. Здесь, грубо говоря... Я три часа в порт захотел? Давайте часов пятнадцать пропустим. Вот так. Все, выходим. Да, да, да. Мы уходим от вас. Злые вы. Так. И что у нас тут? Семнадцать. Да, как раз пока дойдем. Как раз пока дойдем. У нас этот ярус не созреет. Вот просто не хочу сейчас покупать второй ярус. Для начала надо же испытать, правильно? Так. Сюда. 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 Давай. Восемнадцать, шестнадцать. Ну, пойдет. Пойдет. Кто у нас ярусы любит поднимать? Так, ну, у тебя, в принципе, неплохо получается. Ты вот потрошить у нас обалденно потрошишь всегда. Все, всех распределил. Ну, и давайте посмотрим, сколько по времени будет поднимать работник ярус. Так, автоматом пошла работа. Оп. И за борт ее. И за борт ее. Нормально. Так. И за борт нафиг. Рыбаки, твою дивизию, а? Если ты так будешь рыбачить, мужик, мы нифига не поймаем. Хлобысись за борт. Хлобысись за борт. Оп. Ну, сейчас посмотрим. Во-первых, сколько это времени займет. Неужели он будет так же вот... Каждый крючок, а здесь десять тысяч крючков. Десять тысяч раз вот так вот, да, будет, нет? Нет. Здесь все это условно сделано. Ну, хоть на этом спасибо. Все. Сколько? Семнадцать кубов. Все. Этот уже пошел, пошел, пошел. Кишки уже выковыривает. Это уже упаковывает. Так. Ну, не полный трюм, я бы сказал. Вот, если бы я подождал до синенького, я думаю, ну, чуть-чуть бы было больше. Неполный трюм. И сейчас посмотрим, сколько мы с этого дела заработаем. Нам сейчас ждать придется, пока все это дело переделают. С другой стороны, мы можем смело пока идти в порт. И можем мы идти в порт вот в этот. Во-первых, репутацию поднимем, и наши ребятушки успеют там все это дело перекромсать. Так, что там мешает использованию? О, бесовская одежа. Так, так, так. Такую локацию все же открыто, вы че? Окей. И... Все, все упаковано, все перепотрошено. Так, спать. И, наверное, ремонтом позанимайся. Так уж вышло, мужик, что у тебя лучше всех это получается. Ешь капустку. И тоже вот бутер немножечко заточи. Ох, что-то я далековато. Далековато припарковался. Тык. Ну и давайте посмотрим. 330 тысяч, да, мы истратили на сам ярус и на 80 на наживку. Но надо учитывать то, что 250 тысяч на покупку яруса мы тратим один раз только. Заходим. Продать. Если брать полностью, то чистая прибыль у нас... 330... 120 тысяч. Вот. А если мы второй раз сейчас пойдем, то 250 уже учитываться не будем. Ну, грубо говоря, 460 минус 80... 380 тысяч прибыли. И это причем с одного яруса, да? Ну, спорный вопрос, честно вот скажу. Спорный вопрос немножко. Потому что... Примерно то же самое получается, наверное, что мы с двумя ярусами будем по очереди ерзать. Что вот я с четырьмя сетями. Единственное, что с ярусами нужно в порту будет ждать какое-то время. Вот. А с сетями я все время в движении. То есть, кому интересно именно быстро набрать деньги и пройти карьеру, тем, наверное, стоит ярусы приобретать. Вот такие большие. А кто хочет именно наслаждаться самим процессом, то тогда сети. Вот. Мой вердикт таков. Все, ребят. На сегодня, наверное, все. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И увидимся в следующей части. А я, наверное, что сделаю. Я, наверное, сейчас буду местность исследовать. Вот. Денег на топливо насобирал. Вот. Рыбу пока мы в ловле рыбы сделаем. Перерыв. Почему? Потому что улучшение у корабля тоже у нас все уже... Как сказать? Все мы приобрели. Вот. Я, наверное, где-нибудь вот здесь вот похожу, вот этот пятак открою. Вот. А когда деньги кончатся, будем дальше рыбачить уже и зарабатывать на новое судно. Как раз тут я намотаю, может быть, нужные километры на следующий сертификат. Вот, ребят, как-то так. В этих портах везде у нас уже репутация улучшена. Вот не мешало бы вот этот порт открыть, да? Все. В общем, буду я этим заниматься за кадром. Вот. А на сегодня все, друзья. Всем удачи и всем всего.